Что-нибудь связанное с конференцией? Да. Это все ко мне. Я в этот раз, как и в прошлые, все разы занимаюсь спикерами. Мы только на этой конференции прибегли к работе в CRM-системе, и теперь вот все спикеры, вот так одним глазком можно показать, у нас в CRM-системе, стало очень удобно работать. Наверное, ты хочешь сказать, раньше мы пользовались Excel-ами, да? Да, раньше, ну это на самом деле действительно так, раньше мы пользовались Excel-ами, и было как-то все разрознено, непонятно, и контакты, в общем, приходилось в каждой новой конференции там из одной Excel-ки в другую перетаскивать, и мы, в общем, оказались как сапожник без сапог в такой ситуации, но теперь у нас все в CRM-ке, все в одном месте, все видно, значит, на какой стадии каждый спикер у нас. Было так вообще хоть раз, вот за прошлую конференцию или за эту, когда вот ты просто позвонила какой-нибудь спикер, он такой, да, конечно, приду, вообще без проблем. Ну, вообще, да, это бывает, это миф, что там для суперкрутого спикера нужно там пройти просто 9 кругов ада. Получается так, что написали там на Фейсбуке, одному я написала вообще ВКонтакте, и сразу мне написали, да, вот там моя помощница, обсудите это с ней. И это, кажется, очень удобно. В общем, звезды не так далеко, как кажется. Да, звезды близко. Недавно согласована была реклама на одного из самых наших популярных спикеров. Лучше всего стартовала реклама на нашего спикера Оливера Хьюзу. Большинство спикеров у нас знают, как создавать мечты, вот. А Оливер Хьюз знает, как их воплощать в реальность. Трудности в том, что первый запуск рекламы на спикеров был неделю назад, вот. И реклама полностью провалилась, потому что, вероятно, мы аудитории неправильно подобрали. Переделывали аудиторию, переделывали рекламу, переписывали дед. Количество заявок значительно увеличилось, да? Да, значительно увеличилось. Процентов так на, наверное, 60. Мы сейчас с Настей едем в Олимпийский. Мы будем... Нам осталось получить последнюю подпись от МВД, проговорить детали вообще застройки, правильно? Да? Да, да, все верно. Чем бы ты себя сейчас заняла, если бы не пробка? Я бы доделала билетную программу. Мы получили все подписи. Это план-схема того, как у нас что будет расставлено. И сейчас мы пойдем попробуем... Мы проверим, сколько мест у нас гардероба, сможем ли мы раздеть всех наших людей. Ну, в хорошем смысле слова раздеть. И узнаем про застройку пола. Поездка не без обломов. В общем, того, кто занимается нашей конференцией, мы не дождались. На арену мы не попали. И в гардероб тоже. Что мы еще, Настя, не сделали? Самое главное, мы получили печать МВД. Так, отлично. То есть уже все-таки положительные какие-то моменты есть. Вот. Нужно будет вернуться в Олимпийский еще завтра. Обязательно. Это все дела, которые мы сделали сегодня. Цуфлеры будут ретезжаться не просто вот здесь вот так оба, ага. У нас еще вот сюда они будут идти. Почему? Пусть она-то попрыживает, ну, например. А так она, скорее всего, может быть, тоже увеличится. Обсуждали, где мы будем ставить цуфлеры для Миши. Непонятно, где они будут ставить, чтобы Миша было удобно. Цуфлеры – это просто два экрана, на которые будет текст, который Миша говорит со сцены. Я отвечаю за техническую часть, за провода, все, что там есть, за пультовую вместе с Сережей. Ну, мы не рассчитали немножко то, что у нас письмо некорректно отображается в Outlook. Не знаю, я не знаю насчет обещаний. Постараюсь просто максимально быстро сделать. Либо тебя будут держать в курсе просто. Письмо отправляются через инфопартнеров, всем остальным. И они уже, соответственно, переходят через него и регистрируются на конференцию. Она некорректно отображается в Outlook 10, только там. Соответственно, сейчас попробуем поправить. Проработала, как бы, я 70-70, 70-10. Соответственно, сколько еще согласят? По возможности еще 15-20, я думаю. Вот ты куда пойдешь больше размещаться? Где пять тысяч человек учатся или 500? Ну, для начала я разрабатывала те, которые будут, с которыми мы уже работали. Ну, это понятно. С ними уже был более далекий барьер. С ними есть контакты. У тебя уже готовы афиши. У тебя есть уже все спикеры. Ты уже можешь размещаться на самом-то деле. Мы обсуждали размещение афиш по университетам. Задача стоит около 50 вузов. На данный момент их 10. И немногие соглашаются. Поэтому надо прямо сегодня... У меня фокус на то, чтобы прозванивать вузы и общаться с ними, какие-то пути находить новые для того, чтобы мы вышли хотя бы в эту цифру. В конференции Амаконов есть, это на самом деле очень сложный, многослойный проект. И есть такие слои, которые не для всех очевидны. Например, для нас это один из самых главных карьерных лифтов. Что мы делаем? Каждый раз мы выбираем в команде наших начинающих перспективных сотрудников, новичков. Даем им какие-то, может быть, небольшие блоки. И работаем с ними вместе в этом проектном режиме. Во-первых, это позволяет нам на них посмотреть внимательнее, познакомиться с ними. Во-вторых, передать им какие-то знания по управлению проектами. Потому что проект такой яркий, законченный, целостный. Вот что мы сейчас делаем с Егором. Мы попросили каждый отдел выделить нам двух кандидатов. У нас 8 кандидатов, мы проводим внутреннее собеседование. Привет, Наня. Ну давай там мне расскажи, как ты здесь оказалась. Ты здесь оказалась? И что ты до этого делала? Отправила резюме на HeadHunter, со мной связался с Егором. Куда хочешь развиваться на дистанции пару лет? Пару лет, ну и как бы интересна сфера и интернет-маркетинга, и маркетинга в принципе. Поэтому даже сейчас я работаю с университетами, то есть и вот как бы мы там готовим материалы различные для них, как бы и там переговоры ведем. Мне, например, очень нравится. И, конечно, хотелось бы вот набраться опыта максимального и вперед вот по этой там лестнице. Хобби от чтения книг до игры в футбол. Игра в футбол? Да, я в футбол занималась. Я Соня. Привет, Соня. Я знаю. Знаешь, журналисту полезно быть наглым иногда. Ты скромная или все-таки в тебе есть достаточно наглость? Мне надо чуть меньше давить, когда я общаюсь с людьми и по телефону, поэтому я думаю, что... Ах, меньше давить? Да. Когда мы снимали фильм, ну, как бы я выступала в роли режиссера, но это были мои друзья, так что им было несложно руководить. Ты хочешь пойти, ты, не знаю, там, научиться интернет-маркетингом? Будешь ли ты научиться разработке сайтов? Вот совсем широкая тема. Я, тем более разработку сайтов, я бы с удовольствием это освоила. Что-нибудь такое вообще интернет, сферу интернета, все, что там можно делать, я готова осваивать, потому что интернет, это все-таки пока что это настоящее и будущее. Надо пробовать людей, надо давать им шанс. Пока не попробуешь вместе работать, толком ничего не поймешь.